В течение 9 лет главой Рязанского региона был Олег Ковалев. Вчера он досрочно, добровольно сложил свои полномочия. А сегодня в силу вступил указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова. Со вступлением его в должность многие связывают большие надежды. Николай Любимов с сентября работал депутатом Госдумы от Калужской области. Глава государства 14 февраля встретился с Любимовым, предложив ему сделать Рязанскую область не хуже, чем Калужскую. И главное, быть поближе к людям. Если я вам предложил возглавить соседний регион, Рязань, сделать это как минимум, чтобы было как минимум, как в Калуге. Какие вы видите вообще там перспективы? Считаю, что эта область очень перспективная, конечно, очень красивая, с культурно богатым, в прошлом, историческим, с богатым потенциалом в сфере туризма, ну и, конечно, промышленно развитый край и сельскохозяйственно развитый. На церемонии официального представления чиновника в областной думе присутствовали депутаты, члены регионального правительства, руководители подразделений федеральных ведомств и муниципалитетов, а также общественные деятели. Представил любимого полномочный представитель президентов ЦФО Александр Беглов. Перед регионом стоят непростые задачи, и новому руководителю области нужно будет находить дополнительные импульсы для развития территории. Николай Викторович опытный управленец, он прошел все ступени региональной карьеры, хороший финансист, экономист, хорошо знает, как устроен регион, и определенное время поработал в федеральном центре, в Государственной думе, и я уверен, что его профессиональный опыт пригодится области, сумеет выйти, и область сумеет выйти на лидирующие позиции по всем направлениям. В СМИ активно обсуждают, что ротация кадров неизбежна. Однако временно исполняющий обязанности рязанского губернатора Николай Любимов заявил, что не будет приглашать на новую работу старых коллег. Он отметил, что в своей работе намерен опираться на местные кадры, на людей с Рязанщины. Я не собираюсь гнать сюда эшелоны с чиновниками из Калуги или из Москвы. Здесь очень много талантливых и перспективных людей, и я со своей стороны постараюсь использовать свой опыт муниципальной, региональной, федеральной работы на благо развития Рязанской области. Очень рассчитываю также на помощь актива местных жителей, депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации от Рязанской области, депутатов областного, городского, местных собраний. Я уверен, что мы вместе сможем улучшить жизнь рязанцев и стать одним из лучших регионов России. Сегодня поступила информация о назначении в администрации Рязани двух новых руководителей подразделений. Должность начальника управления образования и молодежной политики вступил Алексей Зимин, бывший исполняющий обязанности ректора РГУ, сменив Виталия Еремкина, который теперь станет директором строящейся школы в Песочне. Пост начальника управления благоустройства города заняла подмосковная чиновница Елена Литвинова. Последуют ли другие перемены в аппаратах власти, покажет время. На официальное представление преемника Николая Любимова пришел покинувший пост рязанского губернатора Олег Ковалев. Уважаемый Николай Викторович, я искренне желаю вам успехов в руководстве регионом. Рязанская область обладает большим, действительно большим потенциалом. Многое сделано для ее развития, но еще больше предстоит сделать. Я уверен, что Рязанская область ждет хорошее будущее. Дорогие друзья, к вам я обращаюсь с просьбой поддержать Николая Викторовича в его работе. Ему оказал доверие наш президент Владимир Владимирович Путин. Я со своей стороны, где бы ни работал в дальнейшем, буду делать для Рязанской области все возможное, что будет в моих силах. Аркадий Фомин подарил Ковалеву книгу о Думе с автографами всех депутатов и часы. А вступивший в должность временно исполняющего обязанности главы региона Николай Любимов предложил Олегу Ивановичу стать советником губернатора на общественных началах. Я хочу отметить, что Олег Иванович востребован на федеральном уровне и уверен, что он продолжит свою работу на благо Рязанской области и в дальнейшем. Олег Иванович, спасибо вам большое. Кроме прочего, Николай Любимов сообщил, что его семья, жена и две дочери-школьницы полностью поддержали решение чиновника и планируют переехать с ним в Рязань. Временно исполнять обязанности губернатора Николая Любимов будет до сентября, пока не состоятся выборы губернатора.